Девил Мэй Край Девил Мэй Край Да и внешне персонаж здорово изменился Короткий плащ на спине, небрежная майка-алкашка и черные волосы Вместо знакомого по прошлым частям пепельного блондина Данте, это ты? Но первый шок быстро проходит Мы привыкаем к новому образу У полуангела-полудемона появляются знакомые заботы Ну а оружием он владеет ничуть не хуже своего японского предка События разворачиваются в двух параллельных мирах В одном люди спокойно едут на машине по улицам города А в другом, в это же время, демоны предвкушают скорую встречу с Данте Такси между мирами помогает вызвать симпатичная девушка в капюшоне Герой перемещается в гости к демонам Посредством специальных граффити-символов, нарисованных ее баллончиком Либо просто проваливается туда, когда силы зла этого захотят При этом с окружением происходят забавные метаморфозы Знакомые вещи из нашей реальности проецируются на мир демонов Вот Данте попал в поле зрения видеокамеры А в другом мире на ее месте вырастает противный одноглазый демон Вообще, мир демонов получился довольно эффектным Обычная дорога может легко рухнуть у вас на глазах А ее обломки образуют для Данте полосу препятствий Хоть прыжки между мирами поддаются только избранным Связь между ними достаточно логична К примеру, неудивительно, что демоны облюбовали вышку теленовостей Именно оттуда вот этот продажный телеведущий объявляет Данте террористом Сразу понятно, что демоны дергают его за ниточки, как податливую куклу А вот здесь люди наслаждаются газировкой В то время как в параллельном мире ее едва ли захочется выпить Данте, случайно наступив в лужу с этой жидкостью, быстро теряет здоровье А когда мы находим секретный ингредиент напитка Совершенно очевидно параллель с футурамой Если помните, в одной из серий по похожему рецепту делали напиток Слерм Начиная игру с обычным мечом-мятежником и пистолетами черной и белой Мы постепенно расширяем арсенал Оружие условно делится на ангельское и демоническое Огромная секира медленная, но мощная А ангельская коса, наоборот, быстрая, но послабее При помощи огненных перчаток Данте становится отличным боксером, стоя рядом с врагом А бросок аквилы достанет любого демона на расстоянии Для полноты картины добавьте сюда несколько хлыстов Притягивающих Данте к врагам или врагов к Данте Возможность драться в воздухе и на земле А также особый режим Devil Trigger В котором наш герой использует демоническую силу Кстати, в последнем режиме Данте из Брюнета Ненадолго превращается в Блондина На радость фанатам серий Даже с таким набором возможностей Пробираться сквозь толпы демонов Бывает довольно сложно Среди врагов встречаются особи Которых в принципе не берет определенное оружие И если Данте привык орудовать секирой То на этом демоне она не оставит ни царапин Приходится экспериментировать с оружием И подбирать против врагов адекватную тактику В бою один на один это не так сложно Но когда на поле выходит десяток различных демонов Приходится попотеть Подытоживают каждый участок игры традиционные боссы О них мы еще расскажем в отдельном видео Но если коротко, с боссами тут все в порядке Они большие, они мощные И у них можно найти слабые места Для любителей пройти и перепройти игру по нескольку раз Разработчики оставили традиционное разнообразие уровней сложности Самые сложные это рай или ад Где и Данте, и враги умирают с одного удара А также ад или ад Где с одного удара умирает только Данте Словом, новый Данте не так уж сильно отличается от своего предшественника Обновленная внешность и саундтрек от Нойзия Адресованы скорее новым игрокам А старых фанатов успокоят тот факт Что под лезвие героя попадает как минимум не меньше демонов, чем прежде И, кстати, отдельную DLC собираются посвятить брату Данте Вергилию Ожидается новая сюжетная линия и другой главный герой Ведь в этой части мы видели Вергилия не так часто, как хотелось бы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова